Здравствуйте, жители гостя ТДК. Вот сегодня потеплело, мы выехали, опять продолжаем объезд территории, дорог и так далее по заявкам, по просьбе наших жителей. Вот поступило обращение жителей Лесного и Дачного, что начали, как бы процесс активно поднялся, чтобы новый ФАП сделать. Спасибо нашим местным, значит, представителям администрации и нашему депутату по Дачному и Лесному, значит, Бедродному, Георгий Владимировичу. Они быстренько подобрали место, спланировали участок, появился объект ФЦП, это подрядчик появился. Вот все, что они сделали, успели, вот понимаете, выставили вот эти вот опоры, на которых будет монтироваться модульный ФАП, да. К сожалению, работы приостановлены и в Дачном, и, значит, Лесном. Люди бы беспокоены этим вопросом, вот мы выехали на место, но что сказать, что да, это объект ФЦП. В связи с тем, что ковидные были проблемы, значит, проект по ФАПу, это аж 19-й год, сегодня же 22-й год. Вы знаете, что цены у нас меняются каждый день и каждый квартал, поэтому в связи с тем, что необходимый представитель проекта с методокументации уже по новым ценам, да, вопрос задержался. Вот, но этот сейчас пересчет будет сделан, придет, подрядчик опять же вернется и работы продолжит. Ну, считывая то, что, как бы, администрация города не имеет какого-то прямого воздействия на объекты ФЦП, значит, я связался, вот, по просьбе товарищей с министром здравоохранения, с коррупцией Константином Викторовичем, он подтвердил и просил успокоиться все, что это просто находится под личным контролем, значит, Министерства здравоохранения, что подрядчик после пересчета смет вернется на этот объект, и объект перенесен, то есть на один год его перенесен, вот, в эксплуатацию. Поэтому хочу успокоить товарища, кто обращался, что объект не забыт, он будет сделан, ну, на год перенесен. Вы знаете, мы еще не знаем, что нас с микроидом ждет такие события, поэтому, да, можно это увидеть, что, да, все эти болезни приносят ущерб, сроки передвигаются и день финансирования сокращается. Да, к этому надо быть готовым эти вещи понимать. Вот, все это именно по-дачному. Ну, с нами находится депутат вашего местного КП, значит, обеззовод Леонид Владимирович. Я хочу сказать, что он активный, трудится, вопросы решает, понимаете, как бы, оперативно очень, спасибо, приятно с ним работать. Он тоже нам подтвердил такое беспокойство жителей села. Вот он решает то, что на топость носить, непростая проблема, это ему лет 50, да, если он упадет, не дай бог, то она будет электроснабжением поселка, и ФАПа этого не будет. Тоже опорно выйдет, это у него под контролем. Читательно, что он работает активно в коммунхозе, думаю, он всегда сейчас справится. Нет, мы поможем ему. Ну, вот выехали в прекрасную погоду, понимаете, в лесное, как мы обещали, жителям, да. Да, та же самая история. Все, что сделали за прошедший год, поставили стойки, понимаете, выровняли их, понимаете, как бы в ноль по уровню, и дело прекратилось. То есть, та же самая история, что сейчас идет пересчет смет, появится подрядчик, на год дело смещается, да. Ну, тут тоже говорится, что в проект выключена территория, значит, где для стоянки машин, в принципе, тут место есть достаточно. Единственное, хочу напомнить администрации города, что ответственность по детям дорогам, благоустройство территории, прилегающих к этим объектам, ФЦП, это полная ответственность администрации. Чтобы не получилось то, что случилось в четвертой школе. Напоминаю еще раз, тем, кто этим занимается, кто контролирует, скорее всего, Дмитрий Скаченко, если вещи как-то косвенно ведет, понимаете, должны быть проекты, должны быть финансированные, должно быть сделано параллельно. Просто напоминаю еще раз, это объекты ФЦП, детские садики, это квартал Долины и район Суксу. То есть, объекты, что-то там шевелятся, что-то потихоньку, но подъездные дороги никто ничем не занимается. Будет та же самая история. Объект сдавать будем, пригласим людей, нашего руководства, как его, понимаете, с Симферополя, понимаете, в Ненске перерезать. И будем ходить, опрятаться от них, как провести, чтобы они не утонули в грязи. Вот прошедшие учесть, зрание. Ну, а нашему депутату, нашему безродному, ну, будет более настойчиво, принципиально подсказывать, требовать, понимаете. Он уже опыт докопил, используйте для этого народа, он доверил, он должен доверие оправдать. Я думаю, у него получится. И получится, поможем. Да, я хочу добавить, понимаете, вот наша болезнь. На всех объектах ФЦП должны висеть щиты информационные, да? Кто проектант, что за объекты, ФАП, на что, как, понимаете? Кто там технадзор, кто строит надзор, кто строит, кто подрядчик. Я здесь не вижу. Я прошу, муниципальный контроль. Ответственно за эти вопросы у нас, скажут, Каченко, Мирик Николаевич, Вышкосовная карта, тоже отвечаете. Ну, проявите такая солидарность, помогите нам. И вот возьмет под контроль, понимаете, наш депутат безродный, должен стоять стенд, понимаете, здесь, и должен какой-то стенд стоять, понимаете, и в лесном, чтобы люди знают, что это за объект. Потому что даже многие сириане не знают, тут похороны были, значит, даже мало кто знает, что это за объект, понимаете? Я прошу это сделать, это несложно, потребуйте, как положено. Ну что, мы хотим добавить, я прошу прощения, я как бы назвал ФАП, ФАП у нас в лесном, а это амбулатория. На 10 коек это будет шикарное, понимаешь, мероприятие. Ну, вот мы, учитывая, что у нас кругом в объекте строится проблема со стоянкой машин, я вполне одобряю и предложение вашего депутата безродного Владимира Владимировича о том, что вот те труды, прилегающие к треугольник свободной площади, пока что и тем не захвачены, надо организовать по стоянку у этой амбулатории. Я считаю, это очень хорошая идея, и я прошу его просто активизировать перед городским советом, перед администрацией, что это ответить заключался к его закону, пока никто не захватил, понимаете, это отличная идея. Хорошая амбулатория, люди поддерживают, есть поставить машину, и все цивилизованно должно быть, понимаете. Я прошу идею наших местах, значит, поддержать, понимаете, вместе с городским советом, чтобы оно было узаконено, и с отдачей амбулатории, чтобы и стоянка была, чтобы сказать, вот так надо делать кругом, и в городе, и в селах. Спасибо, внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.